здравствуйте дорогие друзья доброго времени суток это канал мобайл геймплей и в новом видео по инжастис 2 мобайл я как и обещал мы будем смотреть на синего жука с его экипировкой без экипировки вы все знаете как он выглядит вот именно вот так сейчас мы посмотрим он выглядит когда мы имеем полный комплект экипировки но добавляются вот эти усики сзади до щупальца и сейчас мы делаем волшебство magic на ваших экранах значит при условии прокачки всех экземпляров экипировки до 60 уровня синий жук имеет еще один внешний вид и выглядит он вот именно вот так но мне кажется что между вторым и третьим состоянием внешнего вида синего жука мало что меняется но плюс ко всему еще и аватарка меняется но мне нравится эта тенденция что в последнее время разработчики опять же вернулись к тому что персонаж в зависимости от наличия прокачки экипировки меняет свой внешний вид показал вам статы прокачал вот приблизительно приблизительно так как мне кажется правильным и мы сегодня пойдем играть исключительно в сольных рейдах будет я не знаю 34 может быть фрагмента нарезка в видео где мы протестируем синего жука непосредственно в сольных рейдах когда он уже есть с экипировкой но всего лишь на трех звездах да и есть хоть какая-то минимальная прокачка мне кажется что синий мужику так жетон с душой уходи наверное ты но не подходит не подходит мне кажется что синий мужику крайне бесполезно прокачивать быструю атаку крайне бесполезно прокачивать крыль критический шанс да и крайне бесполезно прокачивать смертельную атаку потому что все это он имеет благодаря своим пассивным способностям, причем имеет очень даже хорошие запасы. Поэтому мне кажется, что для того, чтобы максимально быстро его разогнять, достаточно сделать третий спецприем синего жука, который обеспечивает прибавку к быстрым атакам, пусть и временную, но тем не менее. Плюс ко всему, как видите, поставил еще флеша в команду. Мне кажется, что должно получиться достаточно неплохо. Но будем смотреть, что будет происходить. В команде также, как видите, присутствует Супергерл Девушка из стали, потому что вот как только появилась Супергерл в игре, и я уже через файлы игры, благодаря каналу Фаталист, узнал о том, что будет еще синий жук, и узнал о его пассивных способностях, я сразу вам сказал, что вот такое ощущение, что Супергерл Девушка из стали сделана специально под синего жука. Мне кажется, что она просто потрясающе его дополняет, но будем смотреть, будем тестировать. В принципе, это первая героическая сложность сольного рейда. Рейвен – это мой второй аккаунт, кто не понял, так называемый аккаунт новичка, который я заводил в прошлом декабре. Но поэтому здесь не абы какие прокачанные персонажи, но что-то имеется, да? Но синий жук всего лишь на трех звездах, это тоже не стоит забывать. Значит, какова тактика с моей стороны игры за этого персонажа? Не стоит забывать о том, что первый спецприем синего жука обеспечивает смену класса, и причем автоматическую смену класса на тот класс, который будет действенным против вашего врага. Единственное, о чем хочу сказать, что если вам встречается враг с классом магия, то тогда нет никакого смысла в том, чтобы сделать первый спецприем, потому что класс магии имеет стойкость одинаково ко всем возможным классам, и никакой класс не имеет преимущества перед классом магии, да? То есть, если, допустим, вы, к примеру, против Доктора Фейта какого-нибудь будете сражаться в сольном рейде, да неважно в каком рейде, может, в групповом или на арене, то есть, ну, там, соответственно, нет смысла делать первый спецприем, который меняет класс. Поэтому вы бежали, покамбили, поменялись на другого персонажа, чтобы энергия быстрее окопилась, да? Сделали третий спецприем, активировали временную приличную прибавку к быстрым атакам, покамбили, сделали второй спецприем, включили эффект трудная мишень, когда синий жук абсолютно неуязвим к любого рода атакам, кроме суперприема, имеете ввиду. Вот мы накрафтили себе третью форму костюма, потому что два лезвия на руках появилось, да, и костюм начинает искрить. Это говорит нам о том, что третья форма, соответственно, все возможные бафы по условиям пассивных способностей жука уже активированы. Но вообще, наверное, неплохо для трехзвездной версии персонажа, но почти 8,5 миллионов здоровиц. По-моему, неплохо. Да, это, конечно, не особо великий результат, но достаточно стабильные и неплохие. Естественно, на этом видео не заканчивается, будут еще фрагменты, поэтому не переключайтесь. Вы знаете, я поймал себя на той мысли, что мне нравится играть за синего жука. У него достаточно удобная боевка. Единственное, что мне не нравится в боевке синего жука, это его прыжок назад, да, вот свайп влево. Он достаточно малый по дистанции и, как по мне, очень медленно делается. То есть, когда вы делаете прыжок влево, да, свайпаете влево. Мне кажется, что синий жук очень часто будет иметь возможность отхватывать от врага, потому что рывок врага вперед, мне кажется, он по зоне действия шире, чем прыжок жука синего избранника Скоробея назад. Вот это единственный момент, который мне не нравится в боевке синего жука. А так, в принципе, очень комфортно играть за этого персонажа. А значит, как видите, поменял немножечко команду и вместо флэша решил поставить супергерл, который снижает затраты энергии. Здесь, конечно, лучше был бы доктор фейд, который еще и понижает защиту противника. Но у меня доктор фейд на этом аккаунте всего лишь на трех звездах и я в последнее время не очень-то стремлюсь развивать этот аккаунт, поэтому пришлось взять супергерл. Поэтому основная цель данного фрагмента заключается в том, что типа, а что будет, если мы как можно чаще будем стараться делать спецприемы, соответственно, мы быстрее активируем полную пассивную способность, полную прибавку командную от супергерл, да, потому что чем больше спецприемов, тем больше, соответственно, тем... какой темный? Солнечный. Солнечной энергии у супергерл, тем, соответственно, быстрее мы активируем прибавку к дамагу, да. Но без быстрых атак, конечно, страдает синий жук, потому что как раз такие формы эволюции костюма мы получаем благодаря быстрым атакам. В зависимости от того, сколько быстрых атак мы набьем, будет зависеть то, насколько быстро мы активируем первую, вторую и третью формы, соответственно, синего жука, да. Но вот одно лезвие появилось. Прошло полраунда, мы настакали только лишь первую форму жука. Видите, в этом бою немножко поменял тактику, делаю третий спецприем чаще, чтобы активировать прибавку к быстрым атакам. В принципе, это все работает, да. Активация, как говорится, прошла успешно, но тем не менее, пока что даже второй формы костюма еще нет. Вот она, кстати, только что появилась, а до конца раунда не так-то много времени осталось. И тут, мне кажется, всплывает самая главная проблема вот последних персонажей. Супергерл достаточно долго настакивается, да, потому что пассивная способность супергерл напрямую зависит от того, какое количество спецприемов вы сделаете. Чем больше спецприемов, тем, соответственно, больше солнечной энергии, тем быстрее вы стакаете командный дамаг. То же самое приблизительно, то же самое происходит с синим жуком. Пока он получит все эти три формы своего костюма, пока он это все дело набьет, но уходит на это очень много времени. Да, чисто теоретически можно сказать, что синему жуку можно прокачать быстрые атаки, но мне кажется, что это пустая трата ресурсов, если мы будем прокачивать быстрые атаки синему жуку. Потому что быстрые атаки он и так получает в одной из форм костюма. Я не помню точно, в какой не буду вводить заблуждение. И тут, ну правда, дилемма. Как лучше сделать, чтобы персонаж максимально быстро разогнался? Не знаю, это, конечно, вопрос. Но, безусловно, будет 100%, как минимум, еще одна часть видео. Еще одна часть видео, как и обещал, здесь противник уже посерьезнее. Здесь противник уже имеет поболее здоровьица, чем предыдущие противники. Но в первых двух фрагментах нам удалось забрать за одну попытку наших вражин. В принципе, действует синий жук, да? Может быть, не так, как хотелось бы, потому что, когда ты читаешь пассивные способности синего жука, кажется, что там должно быть просто, я не знаю, какое-то заоблачное количество дамага, да? Но, с другой стороны, он всего лишь на трех звездах. И я, как видите, использую исключительно бесплатные артефакты, которые есть у всех абсолютно без исключения. Мы не обсуждаем в данном конкретном случае, что будет, если на синего жука надеть бета-жезу. Я не понимаю такого рода видео, когда там все восхищаются, что, ну, к примеру, тот же самый синий жук, да, там наносит по 2-3 миллиона урона врагу. Но при всем при этом на синем жуке надет бета-жезл, например. Или великие ру-сегмента выкатывают видео, в котором они показывают, что они пользуются багом. Рейвен двусторонним клинком, да, и тоже показывают там офигетительные цифры, там, и называют громко видео имба, то-се. А что вы будете показывать тогда, когда баг Рейвен и двустороннего клинка пофиксят? То есть 80% ваших видео, в которых вы называете того или иного персонажа имбой, перестанут быть имбой, да, эти персонажи, соответственно. Но я не хочу отталкиваться от вот этих багов, временных явлений. Я хочу показывать персонажа таким, какой он вот в принципе есть. И на данный момент, в любом случае, даже при том, что я считаю, что синий жук очень медленно разгоняется, мне кажется, что у этого персонажа есть потенциал. Вот почему-то мне кажется, что если поднять его на более высокую звездность, соответственно, и урон будет быстрее стакаться, да, чем на трех звездах. Это очевидно и понятно. Но, а по характеристикам, по его пассивным способностям, синий жук имеет очень неплохие моменты. Чего только стоит его уникальная на данный момент способность, которая есть только у него. Это автоматическая смена класса, да, при первом спецприеме. А в тех же самых сольных рейдах это очень хорошее подспорье для того, чтобы иметь неплохое преимущество перед вашим врагом. Но вот, кстати, третью форму костюма мы настакали. В итоге 40 секунд до конца боя остается, и здесь мне кажется, что вот лучшим составом для синего жука, по моему мнению, является вот как раз таки команда из Супергерл, девушка из стали, синий жук из Бранник Скоребея, и, соответственно, флеш из Лиги Справедливости, который нам дает быстрые атаки для команды. Вот благодаря этим быстрым атакам, повторюсь еще раз, мы стакаем формы костюма синего жука. А без форм костюма синего жука мы не получим максимального профита от него. Три, два, один, ну вот чуть-чуть не хватило времени. Чуть-чуть не хватило времени, но вроде бы как все сделал, и смену класса произвел, чтобы наносить увеличенный дамаг, да, и вроде как играл неплохо, практически без ошибок, грубо говоря, да, но вот немножко не хватает. Но, безусловно, здесь, если бы были четвертая, пятая звезды, то, соответственно, мы бы как минимум Бэтвумен вынесли бы, да. Но не стоит забывать о том, что еще большую роль даже бесплатные артефакты, но тематические, играют, да. То есть, чем выше прокачан бесплатный тематический артефакт, чем выше его уровень, тем выше командная прибавка к дамагу, тем выше командная прибавка к здоровью. Но здесь очень много моментов еще есть, которые влияют абсолютно на каждого персонажа. Синий жук избранник Скоробея в этом случае не исключение. Потенциал у персонажа есть. Теперь осталось дождаться какого-нибудь персонажа, в пассивной способности которого было бы что-нибудь такое этакое, которое позволяло бы гораздо быстрее разгонять синего жука, чтобы получать максимальный профит от него не на последней минуте боя, а хотя бы со второй минуты начиная. Но вот такое видео у меня получилось сегодня. Надеюсь, оно вам понравилось. Ваши пальцы вверх поставлены. На телеграм мой вы уже подписаны. А я всегда вам желаю всего самого лучшего. До свидания. Пока.